Задание номер 9 из единого государственного экзамена по математике. Найдите значение выражения. Корень из 18 минус корень квадратный из 72 умножить на синус в квадрате от 13π деленное на 8. Синус вот этого угла 13π деленное на 8 мы так просто найти не сможем. Почему? Потому что угол π на 8 не является простым для синуса или для косинуса. И так просто в радикалах мы его не найдем. Поэтому нам необходимо каким-то образом избавиться от этого угла. Например удвоить его. То есть перейти к углу связанному с π на 4. Тогда мы сможем найти либо синус, либо косинус нового угла. Поэтому нам необходимо каким-то образом воспользоваться формулой двойного угла. Чтобы перейти от угла 13π на 8 к удвоенному углу. Например 13π деленное на 4. Почему? Потому что если сейчас на 2 умножить числитель. У нас на 2 сократится 8,2 и получится 13π на 4. Вот этот угол уже будет более удобен для нахождения либо синуса, либо косинуса. Поэтому именно этим мы сейчас как раз и будем заниматься. Для того чтобы перейти к двойному углу нам необходимо вспомнить формулу косинуса двойного угла. Именно эта формула нам сейчас поможет. Косинус двойного угла равен косинус квадрат альфа минус синус в квадрате альфа. Это основная формула для косинуса двойного угла. Но есть еще две, которые нам сейчас могут пригодиться. Одна из них нам сейчас пригодится. Вот как получить еще две формулы для косинуса двойного угла. Для этого попробуем косинус в квадрате альфа заменить через основное тригонометрическое тождество как единица минус синус в квадрате альфа. Тогда у нас получится единица минус синус в квадрате альфа минус 2 синус в квадрате альфа. Вот именно эта формула нам сейчас и понадобится. То есть косинус двух альфа равен вот этой разности. Но если вдруг у нас в примере будет здесь вместо синуса в квадрате косинус квадрат, то нам понадобится другая формула. Мы сейчас ее тоже на всякий случай на будущее запишем. А именно, если мы сейчас вместо синуса в квадрате альфа, тоже через основное тригонометрическое отождество, запишем единицу минус косинус в квадрате альфа. Учтем, что минус еще перед синусом в квадрате. Значит это минус все равно, что вот так перед скобкой будет. Раскроем скобки, приведем подобные слагаемые и получим еще одну формулу для косинуса двойного угла. Она и будет иметь 2 косинус в квадрате альфа минус единица. Ну и теперь будем использовать вот эту формулу. Я сейчас отдельно ее выпишу. Формула о том, что косинус двойного угла двух альфа равен единице минус 2 синус в квадрате альфа. Итак, приступаем к преобразованию нашего исходного выражения. Начнем с корня из 18. Что такое 18? 18 это 9 умножить на 2. Извлекаем корень квадратный из 9 отдельно и корень квадратный из 2. Корень из 9 равен 3, да еще корень из 2. То есть получается корень из 18 мы можем записать как 3 корня из 2. Далее, корень из 72. 72 мы представим как 36 умножить на 2. И теперь можно извлекать квадратный корень из 36 отдельно и из 2. Тогда получается корень из 36 это 6, да еще корень из 2. То есть получается 6 корней из 2. Далее, умножить все это на синус в квадрате 13пи деленное на 8 пока перепишем. Равно. Теперь можно вынести за скобки общий множитель. Выносим за скобки 3 корня из 2. То есть 3 на корень из 2 вынесем за скобки. В скобках остается единица минус 2 на синус в квадрате 13пи деленное на 8. И теперь заметим, что вот то, что у нас в скобках, то что у нас записано в скобках, представляет собой по формуле косинус удвоенного угла. Что это значит? Вот если мы сейчас представим себе, что 13пи на 8 это какой-то угол альфа, то тогда вот эту разность можно по вот этой нашей формуле заменить косинусом двойного такого угла. То есть надо 2 умножить вот на этот угол альфа и записать вместо этой разности косинус. Таким образом, в результате у нас получится следующее выражение. То есть 3 корня из 2 умножить на косинус, но уже двойного угла. То есть получается 2 и умножить на сам угол, который был вот этот альфа. То есть надо 2 умножить на 13пи деленное на 8. Теперь можно будет на 2 сократить. На 2 сокращаем. У нас в знаменателе получается 4. И в итоге мы получаем окончательно 3 корня из 2 умножить на косинус 13пи деленное на 4. Теперь можно выделить целую часть. Вот 13пи на 4. 13пи можно представить как 12пи до плюс пи. Так проще всего. Конечно, можно было в столбик поделить 13 на 4. И точно так же выделить. То есть получилось бы 3 целых 1 четвертая. Ну или можно было так записать. 12пи плюс пи. В числителе можно было записать вместо 13пи. А потом по члена на 4 поделить. То есть тогда у нас получилось бы следующее выражение. Вот сейчас отдельно еще запишем. 3 корня из 2 умножить на косинус. 13пи мы представляем как 12пи плюс пи. Почему именно так? А потому что тогда будет легко выделить целую часть и разделить на 4. Теперь 3 корня из 2 переписываем. 12пи делим на 4 и прибавляем еще пи делим на 4. 12п разделить на 4 будет 3пи. То есть получим в результате косинус 3пи плюс пи на 4. Вот уже сейчас можно было применить формулу приведения. То есть именно если здесь у нас прибавляется к некоторому углу альфа целое число пи, то функция на кофункцию не меняется. Потом только остается проверить знак вот этого косинуса. То есть с плюсом он будет либо с минусом. Но все по порядку. Сначала прежде чем мы применим эту формулу приведения, я бы хотел упростить. Каким образом? Вот 3пи это все равно что 2пи плюс пи. Что такое 3пи? Это 2пи да плюс пи. Почему именно так удобно представить 3пи? Да потому что теперь мы можем 4пи как период отбросить. То есть мы можем отбросить любое целое число периодов. В данном случае 1 умножить на 2пи. Это один период. Если бы тут было 4пи, мы тоже могли это отбросить. Или 6пи, или 8пи. То есть мы можем отбросить любое целое число периодов. Чтобы упростить данную запись. Если мы отбросим целое число периодов, то от этого величина косинуса не изменится. Тогда у нас получается 3 корня из 2. И вот здесь теперь уже получится косинус более простого выражения. Это пи плюс пи на 4. Равно. Теперь будем использовать формулу приведения. Если мы к пи прибавляем какой-то угол альфа, то функция на кофункцию не меняется. Мы должны записать это. Во-первых, 3 корня из 2 перепишем. Во-вторых, переписать вместо этого косинуса косинус вот этого угла альфа. То есть косинус пи на 4. И вот теперь нужно проверить знак этого косинуса. То есть какой будет перед ним надо будет подставить знак. Плюс или минус. Это все будет зависеть от знака вот этого исходного косинуса. То есть нам нужно сейчас определить знак вот этого исходного косинуса. И тогда мы сможем подставить перед нашим новым косинусом нужный нам знак. Напомню, как это делается. Да, кстати, кто не помнит эти формулы приведения, может воспользоваться формулой косинуса суммы. Косинус суммы двух углов равен. Эта формула косинуса суммы имеет вид косим-косим-сена-сена с минусом. Косим-косим минус сена-сена. Что это значит косим-косим? Косинус первого угла на косинус второго минус синус первого на синус второго угла. Можно было этой формулой воспользоваться. Но мы воспользуемся формулой приведения. Итак, косинус, если к пи прибавляется какой-то угол альфа, то функция на кофункцию не меняется. Сразу переписывается косинус вот этого угла пи на 4. И вот теперь нам нужно проверить, какой знак имеет вот этот косинус. Вот тот знак, который он имеет, мы подставим перед этим косинусом. То есть домножим либо на минус единицу, либо на плюс единицу. То есть здесь будет либо плюс, либо минус. Вот здесь вот будет либо плюс, либо минус. Надо будет сейчас дописывать. А как проверить знак? Для того, чтобы определить знак вот этого нашего косинуса, нам необходимо посмотреть, в какой четверти находится вот этот угол π плюс π на 4. На единичной окружности посмотрим, где находится этот угол. π это 180 вот здесь, да еще π на 4. То есть еще мы что-то добавляем. То есть мы попадаем в третью четверть. В третьей четверти надо посмотреть для этой точки, какого знака будет косинус. Опускаем перпендикулярно на ось абсцисс. И видим, что косинус, это длина вот этого отрезка, он будет отрицательный. То есть таким образом косинус вот этого угла отрицательный. А значит и здесь в нашей формуле, в итоговой, нужно не забыть подставить вот здесь вот впереди знак минус. За счет вот этого косинуса. То есть косинус π на 4 нужно взять со знаком минус по формуле приведения. Значит мы пишем здесь знак минус. Ну и теперь остается только посчитать. Минус 3 корня из 2. Минус, чтобы не забыть, минус 3 на корень из 2. Косинус π на 4 это корень из 2 деленное на 2. Корень из 2 деленное на 2. Корень из 2, но это все равно что единичку можно подписать, кому трудно. Перемножаем числитель и перемножаем знаменатель. Тогда корень из 2 на корень из 2 в числителе будет 2. Сокращаем с двойкой в знаменателе. То есть вот это сокращается. И у нас в итоге получается минус 3 умножить на одну первую. То есть минус 3. После сокращения у нас получается в результате минус 3. А теперь только осталось записать это число в ответ. Пишем ответ. То есть в ответ мы пишем число минус 3. Задача решена.